Повышение качества уровня жизни, экономическое развитие области, а также создание и развитие промышленных компаний – все это цели, которые необходимо достичь благодаря газификации региона. Для этого до 2025 года Верхневолжи построят более 1240 километров газопроводов, а также создадут проектную документацию еще для 780 километров. Жители каких регионов смогут рассчитывать на проведение газа в ближайшие несколько лет, выяснила наша съемочная группа. Проект газификации региона рассчитан на ближайшие пять лет. За это время на реализацию программы газификации Тверской области планируется направить более 3 миллиардов рублей из регионального, федерального, муниципального бюджетов, а также свыше 1 миллиарда рублей за счет спецдобавки к тарифу на транспортировку газа. Уровень газификации нашего региона ежегодно увеличивается. Хотел бы сказать, что мы с вами начинали с 61% газификации. На 1 января 2019 года процент газификации составил 64,5%. Это небольшой рост, но достаточно уверенный. Уровень газификации региона означает в том числе и количество подключенных домовладений. Одна из задач правительства на ближайшее будущее – сделать так, чтобы газифицированы были все муниципальные образования области. По словам Игоря Руденя, газификация региона – одно из ключевых условий достижения целей национальных проектов, поставленных президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь это повышение качества жизни граждан, а также рост инвестиционной привлекательности. То, что газификация напрямую влияет на развитие промышленности и торговли на территории Тверской области, подтвердил Владислав Шориков, президент Союза Тверской торгово-промышленной палаты. Он отметил, что наличие в Верхневолочке программы газификации уже шаг вперед. Наличие программы, оно дает нам реальную перспективу, во-первых, и подняться в строчки газификации, и снабдить население и жителей нас с вами дешевым топливом. И прежде всего для меня важно это обеспечить наше предприятие, нашу промышленность. Потому что без газификации мы не сможем выйти на должный уровень. Мы просто-напросто будем отставать от соседних регионов и проигрывать эту конкурентную борьбу. При этом первостепенными задачами остается подключение учреждений социальной сферы и жилых домов. Стратегические направления — это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-востоке региона. Сейчас идет подготовка к реализации масштабного проекта. Мы заключили контракт на проектные работы. Они должны быть закончены в мае следующего года. Это газопровод Нелидова-Ржев. Потому что это решение, которое должно быть реализовано, как мы, собственно, и планировали, даст возможность газифицировать несколько очень важных муниципальных образований нашего юго-запада региона. Кроме того, также в новые программы включены северо-восточные муниципальные образования Тверской области. А вот по декущей программе есть вопросы. Есть вопросы к нашим коллегам. Игорь Удени поручил региональным министерствам до 1 декабря текущего года провести необходимые проверки по объектам газификации, на которых запланированы, но до сих пор не выполнены работы. Прозвучали предложения по переносу на следующий год, на первое полугодие газификации объектов государственной собственности. Сделаем выводы, соответствующие кадровые, по отношению тех работников и руководителей, которые были ответственны за этот проект. Основная цель газификации региона не только построить газопроводы до населённых пунктов, а довести этот газ до потребителей. В этом и состоит основная проблема. Это определённые средства должен потребитель сам. Это потратить на приобретение газового оборудования. Это и газовая плита, и газовый котёл. Сделать какую-то обвязку, соответствующая подключиться, соответствующая проектная работа и так далее. Ну и затраты достаточно большие для семьи. И вот здесь хотелось бы, чтобы регион тоже помогал обеспечивать подключение этих потребителей. Губернатор пообещал рассмотреть варианты поддержки для некоторых групп населения. В частности, речь идёт о многодетных и малоимущих семьях, а также о льготных категориях граждан. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова